В Центре управления нарядами полиции телефоны не смолкают. Также непрерывно поступают и сообщения по рации. В порядке положение, что мы должны быть в предстоянии. Вам и деньги. Спросите, нуждается ли она в медицинской помощи или нет. Дальше действуйте по ситуации. Работы здесь хватает. Только за день дежурным поступает более тысячи звонков от харьковчан. Всего в этой комнате трудятся пять сотрудников милиции. У каждого за столом по два монитора. На первый поступают сообщения о ЧП. А на втором выведена интерактивная карта районов Харькова, на которой отображается информация о правонарушении и о месте, где находится патрульный автомобиль. Сюда поставляет оператор С-12, поступает заявление, допустим, кража. Вот происходит кража. Мы смотрим на карту, где эта кража происходит. Вот она автоматически показалась, где кража. Я смотрю, где ближайший наряд находится по этой краже. Вот едет ближайший наряд, я вызываю его сюда. Реакция, ну, от нас зависит все, что очень быстро реагирует полиция. Мы вызываем со-группы. Поэтому буквально за две минуты он приезжает на кражу. Чем быстрее приезжает патрульная машина, следственно-оперативная группа на кражу, тем, соответственно, быстрее можно раскрыть преступление и поймать правонарушителя. Вот он приехал сюда, вот мне показывает, что он прибыл за 20 секунд на место преступления. Это очень хороший результат. Информацию о правонарушении, как и ориентировку по преступнику, полицейский экипаж за считанные секунды получает на свой планшет, который также является еще и GPS-навигатором. На те же планшеты из единого центра отправляется ориентирование на преступника, который совершил преступление. При угоне автомобиля ориентировка на угнанный автомобиль. И все это в течение буквально 10-15 секунд видят практически все наряды, которые задействованы в городе Харькове. После того, как заработала эта система наблюдения за полицейскими экипажами, утверждает замначальника горуправления милиции Сергей Черняк, время оперативного реагирования на происшествие значительно сократилось. Теперь, говорит, вместо привычных 30 минут харьковские копы приезжают на место всего за 5. Время оперативного реагирования на события у нас сократилось с получаса до 5 минут. Но вы знаете, в первые же сутки, благодаря совместной работе патрульной службы оперативному прибытию на место происшествия по Коминтерновскому районе, удалось совместно с сотрудниками уголовного розыска, райдела и патрульной службы полицейской раскрыть тяжкое преступление и убийство. Уже в ближайшие недели к системе наблюдения подключат еще и следственные оперативные группы райотделов и горуправлений, а также спецподразделения МВД и ГСО. Инна Степанишина, Павел Велицкий, агентство телевидения новости.